Еще до того, как онлайн-потоковые сайты типа Netflix и Hulu набрали свою популярность, был один канал, который с завидной последовательностью создавал качественный контент. И, кстати, продолжает делать это и сейчас. Телеканал HBO — это всегда высокий уровень мастерства. Настоящий детектив Сериал «Настоящий детектив» хоть и дебютировал в 2014 году, но до сих пор в списке самых лучших и качественных сериалов. Причем не только на HBO, а вообще. Первый сезон с Мэтью МакКонахи и Вуди Харльсоном в главных ролях буквально взорвал мозг сериала «Манов» и стал одним из самых цитируемых сериалов телевидения. Если благопристойность человека обеспечивает лишь ожидание божественной награды, то такой человек — говнокусок. История этой криминальной антологии началась в жутких пригородах Луизианы, когда два детектива расследуют серию убийств с разницей в 17 лет. Второй сезон с Колином Фарреллом, Рэйчел МакАдамс и Винсом Воном перенес действия в Лос-Анджелес. Но был встречен более прохладно. За языком следи! Тем не менее, третий сезон, который выйдет в январе 19-го года с участием Махершала Али, является одним из самых ожидаемых телепроектов. Мой разум — лишь куча разрозненных фрагментов. Ты что, думал, что можно уйти, ни разу не обернувшись? Подпольная империя Эта криминальная драма, сосредоточенная вокруг эпохи сухого закона конца 20-х и начала 30-х годов. Основную ведущую роль исполняет Стив Гушеми. Глупо меня не дооценивать. Его герой, Енох Томпсон, списан с реального преступника. Сериал рассказывает о восхождении Томпсона по политической лестнице и его гангстерской деятельности. Подпольная империя — это один из лучших криминальных сериалов в истории телевидения, отмеченный множеством критиков и наград, который, к тому же, очень правдиво и достоверно показал охваченную им историческую эпоху. Я заявляю в этих священных стенах железным кулаком. Большая маленькая ложь Сериал основан на одноименном бестселлере Лианы Мориарти. В основе сюжета — личная травма, эмоциональные конфликты и моральные решения, маскирующиеся под детективный роман. Сериал начинается с убийства в Монтерее, где пять семей первоклассников втянуты в расследование. С каждым эпизодом раскрываются новые темные тайны и семейные драмы. Об актерский состав вошли Рис Уизерспун, Шейлен Вудли, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Лаура Дерн и другие известные актеры. Изначально, кстати, предполагался формат мини-сериала. Однако, благодаря оглушительному успеху после выхода в 2017 году, сериал продлили на второй сезон, который выйдет в 2019 году. Кремниевая долина Это комедийный сериал, посвященный пяти мужчинам, начинающим свою компанию в самой известной долине Калифорнии. Ваш алгоритм сжатия снес башню нашим программистам. Возможно, вам сначала покажется, что он похож на теорию Большого Взрыва. Но спешу заверить, что долина сильно от него отличается. Главный герой и его друзья — начинающие стартаперы. И сериал не про любовь, дружбу и семейные ценности, а про битвы за инвесторов, споры и про разработку идей для приложений. Нолики и единички бегают, чтобы ты мог порножку со своего смартфона смотреть. Двойка Это еще одна криминальная драма от HBO. Сериал фокусируется на истории появления легендарной порноиндустрии 70-х годов в Нью-Йорке. Также показывает разгул коррупции в правительстве, в полиции и на улице. Мне похер, жарко тебе. Холодно или мокро. Ты зарабатываешь мне гребанное бабло. Винсент и Фрэнки Мартины в исполнении Джеймса Франко — братья-близнецы, которые находятся в центре всего этого движения. Привет, братишка. Наряду с ними одной из главных героинь становится Кэнди, в исполнении Мэгги Джилленхолк, которая решает начать новую жизнь в сфере порноиндустрии. Этот сериал может похвастаться мощным актерским составом, интригующим сценарием и интереснейшей, неизбитой темой за кулисья Нью-Йорка. Двойку планируется завершить третьим сезоном в 2019 году. Дэдвуд Это один из сериалов, который незаслуженно закончился слишком рано. Дэдвуд — это городок в Южной Дакоте, где происходит основное действие. Говорят, в Дэдвуде никаких законов. Сериал показывает превращение Дэдвуда из маленького лагеря в город. Это настоящий дикий запад конца 19 века. Сюжет раскрывает весь хаос, который творился в Дэдвуде во время золотой лихорадки. Официально сериалу, кстати, так и не дали умереть. В 2006 году Дэдвуд ушел на перерыв, продолжающийся и по сей день. Но ходят слухи, что в 2019 году мы увидим продолжение в виде полнометражного фильма. Дэдвуд до сих пор считается одним из лучших драматических сериалов. Иду упокоит Господь души бедных страдальцев. Ближайшие 15 минут все шлюхи за полцены. Однажды ночью Это мини-сериал в жанре криминального триллера. Однажды ночью — это история о человеке, пытающемся доказать свою невиновность и побороться с системой. По сюжету, после вечеринки главный герой в исполнении Риза Ахмеда проводит ночь с женщиной, а наутро просыпается с ее трупом. Без какого-либо представления об убийце или причине, стоящей за ним, он сталкивается с системой уголовного правосудия. А мере того, как герой все глубже засасывает воронка этой системы, тем извилистей и мрачней становится криминальный детектив. Мир Дикого Запада Это научно-фантастический вестерн. Проект основан на одноименном фантастическом фильме 73-го года, и одним из его разработчиков стал Джонатан Нолан. Это брат Кристофера Нолана. В мире будущего есть парк, который предоставляет любые удовольствия своим жестоким и богатым гостям. В этом парке роботы-андроиды могут выполнить любое твое желание. Вы все здесь потакаете своим пороком, и я хочу потакать своим. Но дело немного усложняется, когда некоторые роботы начинают вспоминать вещи из своего прошлого. Они развивают критическое мышление и осознают свое существование. По замыслу канала, сериал должен заменить собой подходящую к концу «Игру престолов». Возглавляемый такими актерами, как Энтони Хопкинс и Эван Рэйчел Вуд, сериал вышел сильным, многослойным и крайне любопытным. Следующий, третий сезон, должен выйти в 2020 году. Игра престолов Это, пожалуй, самый известный проект на сегодняшний момент, который вообще не нуждается в представлении. И тем не менее, если еще остались те, кто не в курсе. Сериал основан на песне «Льда и пламени» Джорджа Мартина. Это фэнтези-драма, действия которой происходят в Вестеросе, где семь королев сражаются за железный трон. Дома разделены по местонахождению, знаку и верованием. У каждой семьи есть какая-то связь и причина претендовать на трон, чтобы править Вестерой. Все погибнем, если не покончим, наконец, с нашей враждой. Инцесты, предательство, месть, интриги, насилие и война идут бок о бок с главными героями по мере развития сюжета. Сериал может похвастаться потрясающими визуальными эффектами, непредсказуемыми поворотами, своими интересными персонажами и грандиозным масштабом. Братья по оружию Это один из лучших мини-сериалов, когда-либо созданных на телевидении. Том Хэнкс и Стивен Спилберг выступили здесь в качестве продюсеров после их работы над спасением рядового Райана. Здесь рассказывается о путешествии американского взвода десантников во время вторжения в Германию во Второй мировой войне. Братья по оружию воссоздает реальную историю о солдатах, об их психических и физических трудностях, с которыми они столкнулись, и показывает весь ужас людей, застрявших в этой войне. Острые предметы Это мини-сериал 2018 года, который сходу поразил людей своей клаустрофобной атмосферой и психологическим напряжением. В центре шоу дуэт матери и дочери в исполнении Эми Адамс и Патрисии Кларксон. Главная героиня Камила Прикер. Репортер вынужденный вернуться в свой родной город, когда там происходит ужасное убийство девочки-подростков. Я вернулась не для того, чтобы создавать тебе проблему. При расследовании преступлений Камила столкнется с тяжелыми травмами своего прошлого, смертью сестры и властной тиранией своей матери, граничащей с паранойей. Что если после смерти часть тебя отправляется на небо, а часть остается здесь, чтобы увидеть, что будет дальше? Прослушка Это одно из лучших телевизионных шоу. Место действия – Балтимор, штат Мэриленд. Сериал углубляется в различные аспекты и структуры города. К ним относятся наркоторговля, средства массовой информации, система образования, правительство и так далее. Через изображение города и его различных элементов на передний план выходят отношения между людьми. Чего? Чего? Это шоу отличается беспрецедентным реализмом и множеством реальных людей в качестве актеров. Прослушка – это культовый сериал, который заслуженно достиг этого статуса. Да я ни в одного не попала, к черту эти клипы. Клан Сопрано Еще один культовый сериал и еще одно из лучших телевизионных шоу, когда-либо созданных. Клан Сопрано повествует об итальянской криминальной семье из Нью-Джерси. Тони Сопрано – глава клана. Он должен сбалансировать потребности членов семьи и преступного мира. Мы выпили покурь. Я тебе покажу, Костя, рот. Где мое бабло? Сам он очень жесток, а его алчные члены семьи также оказываются вовлеченными в преступный мир, где многие борются за власть. Это пугающее и невероятно интересное изображение криминального мира с черным юмором и яркими персонажами. На этом все. Спасибо за просмотр и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok